Доброе утро! Сегодня мы будем готовить суши, но без рыбы. А как это, Михаил? А вот так вот. Берем рис, примерно 120 грамм равномерно наносим на лист нори. Это самый такой продукт, без которого роллы не могут быть. И пару сантиметров, чтобы это выступало из-за листа нори. Сейчас будем лезать начинку нашу овощную соломочкой ровненько. Это у нас будет перец болгарский, помидор и огурец. Берем перец и пирос с соломочкой. Примерно 30 грамм хватит. Также на самом деле огурцы идут длинной соломочкой. Режем также помидор. Тоже грамм 30. Вполне нам хватит. Берем нашу заготовку. Еще раз придавливаем таким образом. И ворачиваем. Получается такая штучка. А зачем мы перевернули? Потому что роллы есть два вида. Есть закрытый, есть открытый. Открытый это вот как у нас сейчас рис наружу будет, рис наружу. А закрытый это сверху вот этот лист нори идет. Берем начинку и закатываем ролл долгожданный. И вот мы укладываем начинку по всей длине, чтобы у нас цвет был, контраст везде одинаковый. А вы лучше возьмите лист салата и выложите равномерно посерединке, сверху. Такой подойдет? Вполне подойдет. Так? Или мельче? Да нет, так пойдет. А сейчас, в долгожданный момент, будем его затягивать. Это вот берется двумя пальцами начинка, прижимается к краю и начинает заворачивать. И выравниваем, чтобы у нас ровненький, квадратненький был. Таким вот образом. Сейчас нам нужно выровнять края, сделать их ровными, симметричными. А вы лучше пока разбейте яйца, надо их взбить будет. Врезки роллов нужно всегда, чтобы был мокрый нож, чтобы рис не прилипал к ножу. Что нужно делать? Сначала в муку. Прям взять вот такой квадратик. Да. И в муку? Панируйте в муке. Теперь в яйцо. Потом вот так. Сухари. А это какие-то специальные сухари? Обычные панировки. Обратное яйцо. И получается такой ровный, эстетический, квадратный ролл. И сейчас роллы мы будем дарить во флитюре. Даем тупящее масло. Сколько нужно жарить? И сейчас жарим золотистого цвета около минуты. Включаем печку и вытаскиваем тарелочку. Какие красивые получились. Сейчас наша задача ровно нарезать их. И выложить на тарелку и съесть. Очень вкусно. И постно. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин